Всем здорова, народ! Меня зовут Бублик Ченнел, и сегодня мы с вами продолжаем играть на проекте МТА Провинца. Ссылочка на проект будет в описании под роликом, обязательно переходите, регистрируйтесь, скачивайте и начинайте развиваться вместе со мной. Но у нас с вами сегодня будет долгожданная погоня от полиции. Сразу же, сразу же надо передать привет человечку с ником Энрике Шульц. Не думал, что Шульцу буду передать привет, но в данном случае попался адекватный паренёк, который кое-чем мне помог, а с чем конкретно я говорить не буду. Можете сами, возможно, увидите с чем. Вот, поэтому да, привет тебе, Энрике. Значит, у нас сегодня есть проблемка. Во-первых, у нас проблемка одна очень большая. Так, секундочку. Настроил немножечко вебку, а то я какой-то засветлённый был. Вот, значит, проблема у нас следующая. Нам, во-первых, нужно страховку поставить на Шерон. Мы сейчас как раз узнаем, сколько стоит. 910 тысяч, спасибо. Давайте вот эту вот возьмём, стандартную, за 330 тысяч. За 330 тысяч, я же только что купил страховку. Вот, она нам пригодится, потому что после погони нам придётся его чинить. Вот, поэтому звезда у меня есть. Сейчас я буду кататься, искать полицейских, которые захотят со мной погоняться. И мы, наконец, сделаем эту погоню. Как раз под завершением месяца, я думаю, самое то, наконец, уже это сделать на колхозном Шероне. Многие просили, многие ждали. И думаю, вот вы, ребята, и дождались. Поэтому сразу же перед началом всей вот этой суеты, которая сейчас будет происходить, я попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, ребята. Это очень-очень важно. Очень жду от вас хорошего фидбэка и написать какой-нибудь комментарий. Усаживайтесь поудобнее. Всем приятного аппетита, кто кушает, приятного просмотра. Ну, а мы начинаем. Ну что, ребята? Мне удалось найти полицейских, которые с удовольствием за мной покатаются. Ну, как с удовольствием? Честно говоря, они просили меня сильно не топить, потому что за Шероном гоняться, ну, вы сами понимаете, такое себе удовольствие. Ну, мы... Я буду аккуратно. Я буду аккуратно. Просто Шерон, ну, это типа как Тесла, только, ну, в плане ускорения, только лучше. Но кто так талс на Тесле, тот знает, что Тесла неплохо ускоряется. Вот, но быстрее Шерон на провинции, по сути, ничего нету. И уходить от них... Ну, я вам чисто ради... Осуждаю. Ха-ха-ха-ха. Итак, спасибо. Все, что вы видели до вот этого момента... Бля, какой пиздец по рельсам. Я вообще в шоке. Короче, все, что вы видели до этого момента, ребята... А как сказал бы популярный ютубер, да, которого мы все с вами пока знаем, это приснилось. Это приснилось, этого на самом деле не было, вот. И просто в этом сне есть доблестная полиция 4-го сервера, которая такая... Чувак, ну, какое-то говно вы сделали. Подрезали тебя, да, там, протаранили, неважно. Не транс-спецманер выполнили, поэтому... Давай-ка ты почнись, и мы дадим тебе вторую попытку. Вот как-то так это было. Вот, поэтому спасибо этим ребятам огромное, что они сжалились надо мной и дадут мне все-таки записать видос. А иначе я не знаю, что бы я сейчас делал, просто бы... Это просто жесть какая-то, ребята. Вы видели, насколько быстро все... На Шероне погоня закончилась, не успев начаться. Просто минута погони, и я был в тотале. Гениально, правда? Это же... Ну, круто было. Я вообще в шоке с этого. Короче, да, по факту, по сути, меня уже поймали, уже прав лишили. Хотя, правда, вряд ли бы меня лишили. Я, по сути, не наездил на то, чтобы меня прав лишили. И то, что я не остановился по требованию, это не лишение прав. Штраф вы мне выписали. Но не суть. Вот. То есть попытка есть. Попытка номер 2 есть. Поэтому сейчас я буду максимально аккуратен. У Шерона есть прикол. Он прыгает. Он прыгает очень жестко. Я не знаю. Мне кажется, вот в этом его хендинге надо бы как-то пофиксить, чтобы он не прыгал. Вот. На нахер. Потому что, ну, он очень жестко прыгает, согласитесь? Прям на кочечках. Ну, там... То, что сейчас делал мент, это никак не связано с тем, что он прыгает. Вот. Так что давайте мы аварийки выключим и продолжим. Значит, сколько у меня уже штрафов? Я не знаю, есть ли смысл их оплачивать или оплатить их после погони? 16 на 1000. Ну, давайте, все. С этого момента я больше их не оплачиваю. А еще я только что, по-моему, ушел от погони. Потому что ни одного полицейского я сзади не вижу. Это будет очень весело. О! Вот они летят! Два крутых пацана. Так, Х5 и С8. Ну, все. Все, все. Я на этот покойчик. Не, понятное дело, что если я сейчас так вот просто В нажму и буду жать, я уйду. Ну, если, блин, как эти хасанаторы меня достали. Ну, ребята, ну, куда вы так летаете? Ну, едите вы по своей полосе. Нет, надо прям из встречки в встречку. О, вот это тоже. Вот с ним я больше всего не хочу иметь дел. С чуваком, который сейчас на М5 проехал. Так, ну, они меня пытаются обогнать. Суть в чем? По прямой, но у них шансов нет. То есть, они меня даже расстрелять не смогут. Потому что я просто вот сюда выезжаю, нажимаю газ в пол. И я ухожу, как бы. На этом, ну, на этом все. На этом я просто уезжаю. А, у меня уже 300. Уже 350. А сколько максималка, кстати, на шароне, на базовом хейдже? 300-400. Ох, как ёкнуло, как же ёкнуло. 352. Ну, максималка. Нормальная максималка. Аккуратно. Имитируем АБС. Тормозим, 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 тормозим. Реально, я только что имитировал АБС. Нормально, ну, чтобы не занесло. Давайте. А теперь мы их ждем. О! М5-ая прилетела. И С8-ая прилетела. И телефон у меня с уведомлениями моими. Так, они возвращаются. Хорошо. Я реально всю погоню я могу и ждать. Это все, что было до этого, это приснилось. Добрый день. Так, а Х5-ый просто мимо пролетел? Он же... Ты же будешь разгоняться сейчас жестко? Ах, хотел. Ну ладно, не получилось, не получилось. Слушайте, я знаю, где получится. Я знаю, где точно получится. О, М5-ая возвращается. А Х5-ый... Все? Х5-ый больше в погоне не участвует? По сути, я с ними сейчас играюсь. То есть... О! Там какая-то полицейская машина, которая, судя по всему, не ко мне. Но мы-то к ней поедем. Мы-то сейчас за ней поедем и заставим их участвовать в погоне. А, у них тут какие-то разбирательства, судя по всему. Или нет? Полиция. У нас погоня. Я могу с ними наравне ехать. А у меня погоня. А вам пофиг? Погоня есть. Там погоня. Да не подрезайте меня. О, еще одна М5-ая приехала. А, это уж за мной! То есть только Ешка не за мной. Ладно, нажимаем газпол, потому что я вижу, что С8-ая меня начинает догонять. Мы сейчас по максималке-то, понятно, делать не уйдем. Главное, случайно не подрезать. Потому что я сейчас... У меня нет желания подрезать полицейских, которые не участвуют в погоне. Вот, но случайно... Ну, я не подрезал. Я молодец. Так, сейчас здесь будет кочка, о которой я прекрасно знаю, поэтому надо притормозить. Главное, ни во что не врезаться, господи. Главное, ни во что не врезаться. А Широн в погоне, я вам могу сказать так, он очень хорошо управляется. То есть в поворот, ну вот, кстати, скорость 150 была. Ну, я, конечно, спросил немного, но на 150, если заходите в поворот, вы успеваете сбросить и повернуть. И дальше очень сильно ускорится. Да так, что полиции за ней нет. Ладно, мы разворачиваем. То есть уйти от погони на Широне очень просто, если вы не будете делать так, как я. Да, то есть останавливаться, ждать, останавливаться, ждать. Поэтому вот, наверное, собственно, и прикол покупать Широн. Вы от погони уйдете, если вы не на каком-то там, не будем показывать пальцем, очень интересном сервере, на котором во время погони вы не можете даже, даже во время погони не можете разгоняться больше 300 км в час в городе, да. Вот, и вас там за это забанят, по-моему, да, или посадят, не помню, что сделают. Короче, накажут. Вот, то спокойно можете, если это какой-нибудь мажорчик, взять себе Ширончик. Мажорчик взять себе Ширончик. Хорошо звучит. Разворачиваемся. Слушайте, ну у них из восьмые, это вообще. Мне еще человек предлагает, что сядешь за руль, почти тотал РС-6 так веселее. Да. У меня, короче, суть ролика снять погоню на Широне. Чувак говорит, сядешь на РС-6. У них уже черный дым. Я могу даже так сделать. Опа. Видели? Только что какой-то Зазик ушел в гос, чтобы починить этот Широн. Давайте еще раз попробуем по Невскому прокатиться до Невского. Слушайте, он один. Давайте, давайте, сейчас мы их соберем в кучу, потому что, ну, с одним как-то не так интересно. Канай гонятся. Да и он, по сути, в городе все равно меня стоит. Я могу еще раз остановиться. И в него еще в жопу уехать. Ну, я останавливаюсь гораздо сильнее. Так, ладно, ждем, потому что его сейчас надо расход кидать. Где, где его ребята? Где его тиммейты? Потому что, ну, он один. А, во, Х5 летит. Х5 летит, Х5 мне дорогу пытается перекрыть. Я могу... Хорошо, давайте в топе. Я не хочу просто по центру Приволжска летать, потому что тут и так Хасанчиков хватает. А если я еще здесь буду летать, то вообще жопа будет с ментами. Поэтому давайте-ка мы свернем куда-нибудь налево. Не таран спецманевр. Всего доброго, товарищи на С-8. А, С-8... С-8 больше нету. Причем они сами это сделали. Я их, ну, я просто остановился. Он в меня врезался и затоталился. А, Широн по прочности, слушайте, ну, я не могу судить, потому что я стараюсь на нем не врезаться. Ну, вроде бы, довольно-таки прочный автомобиль. Даже с учетом того, что на нем базовый стейдж, это единственный стейдж, на котором на него можно поставить. А, как мы знаем, чем больше стейджей вы на него ставите на машину, тем она хрупче становится. Я, кстати, не знаю. Если на скорой ставить, то точно. А если ставить, допустим, на управление, оно станет, будет уже хрупче, как бы сказать. Есть какой-то, но чуть не очень хрупче. То есть слабее, я не знаю. Пацаны, не надо, пожалуйста, мне защищать. Дайте мы погоню сделаем. Пацаны и так за Широном едут. Черт, дрова ей. Ребята, подписчики спалили погоню, теперь катаются за мной, и это мешает полицейским. Конечно, это не очень хорошо. Вот, но я только что опять еще один задник сейчас буду сливать в гос, чтобы починить Широн. Такс, ну я же, я перезашел, подождал полицейских, они приехали, теперь можем продолжать. Че, говорит, а я думал, ты дергал, ну да. Слушайте, так можно... Умейте цель подрезать. И, мать его разложила. Все нормально, я не знаю, что сзади происходит. Ну ладно, я хотел, я только хотел сказать, мы так можем бесконечно ездить, надо какого-то зрелища, и чувак там его только что сделал. Думаю, это тайм-код просто, ребята, это должен быть тайм-код сейчас, давайте мы подождем его, потому что я уеду просто 100%. Я могу с ними по городу кататься до момента, пока мне это не наскучит, ну реально. Они меня пока расстреливать не начнут, я вот могу с ними кататься. Как только увидим, что они достали стол, я тапочку в пол, и они меня никогда в жизни не найдут. Он пошел, видимо, ему оплачивать, да? Сейчас мы его подождем, когда он оплачет, и выйдем бы с города, оплачет, оплачет. Сейчас, ну там точно оплакивает, когда-то просто по поводу ДТП. Короче, это вообще жесть. Ну и здесь, там, 6-й, на М-5. Ну, М-5, конечно, не семерка, конечно, ну в смысле не семерка БВ, а в смысле не семерка, которая возноценена на все, не карточная машинка, да? Не из фольги сделана, но все-таки там, 6-й. Так, еще эти подъехали. Ну зачем ты меня подрезаешь, объясни? Ну что ты делаешь? Вот зачем он, вот скажите, вот что этого человека в голове? Да я его. Что за дурак? Смотрите, какой дурак. Он просто берет меня подрезать. Блин, что ты меня с вами ведешь? Так, тут уже очень много полицейских, а мне теперь надо как-то отсюда выехать, а я по полям не хочу ехать. Ладно, поехали назад. По тротуару-то можно? Ладно, все, уезжаем. Уезжаем, газульку в пол, ну нет, если пол, ладно, давайте в пол. Ну какая разница? Во время погони можно. Ну там по-другому никак не выехать. Ну, во-первых, по-другому никак не выехать, во-вторых, насколько я помню, во время погони, если по тротуару срезать, то можно. Это ж погоня. Что я... Да? Не, ну вроде да, я могу ошибаться. На три дня. Жестко слежу. Со мной, конечно, админ смотрит. Да, кстати, Витория мне написал, что... Удивительно, я такого не ожидал, но там где-то он мне писал, что если у меня стрим, то он мне поможет, если мне будет мешать, слушайте, мне было так приятно. Неужели у нас на серверах начали думать о стримерах? Так, ну, М5 сзади едет, ну хорошо, давайте я еще раз тапочку в пол нажму. Ой. А, вот сейчас будет, кстати, хорошая тема с тапочкой в пол, потому что тут-то можно подлететь неплохо. Вот здесь можно... Ну мы-то приостановимся и уедем налево. Они полетели все дальше по своим делам. М5 уж точно. Но С8 увидела, конечно же, потому что я развернулся. Не, реально, по прямой шансов просто ноль, ребята. Ну это, это, знаете, это как... Ну, как бы это грубо ни звучало, естественно, не хочу никого обидеть, но это как с младенцами. Потому что, ну, Широн очень большое преимущество дает. Оно, в принципе, так и должно быть. И не сразу же эта машина стоит, как бы, колоссальных денег. Вот. Понятное дело, она оправдывает свою копейку. То есть в погоне у вас просто равных нет. У полиции нет таких машин, которые могли бы вас догнать. А М5, по-моему, самая быстрая, если я не ошибаюсь, в полиции. Ну вот, ну, вы видите, да, только что. Где они? Я их даже не вижу. При этом я не нажимаю в пол. То есть я могу сначала нажать, чтобы чисто на ускорение уйти. И дальше вот я спокойно 230 держу. То есть даже не пытаясь. Вот сейчас я здесь налево поверну и подожду их. Чтобы они подъехали. И дальше мы поедем по городу. То есть... О-о-о-о, подъехали. Только они приехали. Это я их сколько ждал. Это я на какой скорости от них уезжал. То есть... Я не знаю, ребят. Ну, просто снимать погони на Широне, это, мне кажется... Я чисто сейчас сниму, потому что, ну, как бы обещал. Люди ждали. А потом, я не знаю, я не вижу, честно говоря, смысла снимать на Широне. Ну, просто... Ну, сами посудите. На стриме мы можем так поприкалывать. Они... Они... У них там своя атмосфера. На стриме можно поприкалываться, поуходить. А так чисто на видос, ну, вы видите сами, да. То есть тачка не оставляет шансы ребятам. Они при всем желании. То есть... Тут даже суть не в том, что вот они меня не хотят поймать. Они меня хотят поймать, но... Ну, вот, смотрите, вот... Вот он меня догоняет, да. Вот что он будет делать. Давайте, смотрим. Он мне захочет подрезать, да? Но я же ему не дам подрезать. Я же буду быстрее ехать. Я буду быстрее. Я просто буду быстрее ехать. Опять в том же месте. Это какое-то... Это какое-то проклятое место, но... Честно говоря, он сделал все очень грамотно. Это действительно был не транс-спецманевр. И я читал на форуме, что вот такие вот, когда сзади в бок бьешь, это типа спецманевр, что считается. Ну, вообще так, по-моему, и есть. Вот. И он достал пистолет. Я увидел, как кто-то вылез. Так, тогда все, погоня закругляется. Погоня закругляется в бублик, потому что я только что, если не ошибаюсь, увидел там пистолетик. А если я увидел пистолетик, то значит, что все. Вот, все, теперь я на полном серьезе от них укажу. Естественно, я в пол не буду здесь давить, потому что здесь очень много... Всяких кочек. Ну, в отличие от них в пол не буду давить, я думаю. Они еще и затоптали весь. Я, я стараюсь аккуратненько, ни в кого не врезаться. То есть, ухожу от погони, чтобы все было классно. Тем временем, менты, газ в пол, вообще похер на все. Просто похер. Газ в пол, и все, и будь что будет. Вот у них реально такая как будто логика. Ну, поймают, поймают, не поймают, не поймают. Не, я так не хочу. Все, я видел, что я... Возможно, я ошибся, но, по-моему, он достал ствол. Надо будет потом это, может быть, пересмотреть. Но, вроде бы, ствол он достал. А если он достал ствол, то значит, что они уже хотят по мне стрелять. А если они хотят по мне стрелять, то значит, что мне нужно уходить. Все-таки Широн, это не ЭПП транспорт. И в любой непонятной ситуации я не смогу свернуть в поля. Давайте, знаете что, давайте мы их еще раз подождем. Убедимся в том, что они хотят меня расстрелять. Если это так, то значит, все, уезжай. Мне кажется, те только хотели по мне пострелять. Ну, а ты какие-нибудь спецманевры будешь принимать, нет? Или я применю сейчас? Подрезал, вот это я вообще, конечно, молодец. Так, ладно. Ну, я уже не знаю. Ну, вот, осталась опять одна М5 приехала. Больше пока никто не приезжал. А, кстати, сколько штрафов я уже нахватал? Ну, так, чисто мимолетно, если посмотреть. 44, кстати, я думаю, так и гуманно. Спасибо. Спасибо еще раз. Жень, красиво твои же приемы используют. Это мои приемы, вот именно, что ты их используешь. Вот, знаете, про какой прием он говорит? Когда вот так вот едешь и резко останавливаешься. Обожаю. Для тех, кто не знал, когда так делаете, вам дамаг проходит меньше, потому что он врезается вам в жопу. Когда врезаешься в жопу, там, насколько я помню, дамаг проходит меньше, чем вперед. Я могу ошибаться, но, по-моему, это так работает. Но я всегда так делаю, по крайней мере, это работало. Я... Менты пытались быстрее, чем я. Вот. О! Вот, 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 вот. О! О! Еще они подъехали! Сменили машинку, теперь едут за мной. Блин, как же он прыгает? Ну, как же он прыгает? Я просто... Я как-то на попрыгунчике на каком-то еду, серьезно. Просто эти кочки, они убивают. Посмотрите, посмотрите. Ну, приора! Я не хотел сюда поворачивать. А ты придумал план Б. Ай, план Б? Да. Слушай, у меня есть план... А! У меня РС-6 стоит. Все, 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 забей. Все, мы... Подожди, план Б подождет, у нас есть план А. Ну, теперь... Я думаю, ни у кого вопрос не возникай, они только что по мне с Калаша стреляли, поэтому я просто давлю газульку и уезжаю. У меня еще и бензин заканчивается. Я 100 литров залил. 100 литров перед погоней залил, этот шурон жрет просто как конь. Первые два выстрела я услышал, и сразу газульку в пол. Мы уехали. Мы уехали, сейчас мы закрепим этот результат, потому что сейчас они еще на хвосте. Я их просто уже не буду подпускать к себе. Я... Ну, тут уже дело, знаете, в чем? Чтоб я не разложился, и чтоб в меня никто не разложился, потому что ситуации разные есть. Так, если эти оба пункта совпадут, и я не разложусь, и в меня никто не разложится, то мы от погони ушли. Что... На чем я еще ездил, что так же много жрал? 24. Я на чем-то, я помню, ездил. По-моему, если не ошибаюсь, это лансер был. Господи, как же тебя... Да ебит. Это ужас. 23. Я, если не ошибаюсь, я когда ездил на лансере, он точно так же жрал. Он просто как... Ну, вот ты на нем ездишь, ему похер. Он жрет. Он жрет, ты постоянно его ездишь, ты заливаешь. Я, кстати, стараюсь еще, чтобы погоня не на 10 минут вышла, потому что многие просили как-то подлиннее их делать. Я думаю, в этот раз выйдет хорошее. Минут на 20 уж точно. По крайней мере, судя по тому, сколько уже записываю, записываю я 50 минут. Там еще, с учетом того, что нам что-то помонтировать, туда-сюда, и я думаю, выйдет как раз. Так, ладно, все, мы едем в сторону того, где я хочу спрятаться. Значит, здесь мы поднимаемся. Ну, вот так, как вы понимаете, догнать меня просто нереально. Я уже 300 развил. 15, 14. 14 литров остается у нас в Широне, и вот, собственно говоря, мы и спрятались. Я дальше спокойно убегаю в лес, и никто меня никогда не найдет. Поэтому на этом погоня официально закончена. Ушли мы от погони на Широне. Не знаю, ребят, пишите свое мнение в комментариях, стоит ли делать еще погоню на Широне, потому что мне кажется, ну, как лично по мнению, просто, ну, вот я реально, я понимаю, что вот если меня не таранить и не расстреливать, да, сразу же, то уйти, то есть, вообще не создать никуда. Подписывайтесь, ставьте лайки, переходите на провинцию по ссылке в описании. Всем до встречи, всем до встречи, всем пока, пока.